Сегодня у нас очередное заседание. Необоснованно большой повесткой дня, 79 пунктов. Как вы понимаете, если есть правительственный час, он, как правило, даже при выполнении регламента занимает не менее двух с половиной часов. Закон в первом чтении занимает по регламенту только на вопросы 35 минут, на доклад 7, на садоклад 7. Вот вы видите, что можно рассмотреть. Но, коротко хотелось бы о чем сказать. Вчера состоялась встреча руководства фракции с председателем правительства в преддверии отчета правительства. Хочу отметить, что был очень такой заинтересованный разговор двухчасовый, на который фракции удалось поставить весь спектр вопросов от состояния реального сектора, аграрного, обрабатывающих отраслей, вопросов СМИ, вопросов международных отношений. Ну и как бы получена заинтересованная позиция правительства по сегодняшней повестке. Счетная палата, как вы помните, она создавалась как орган парламентского контроля за бюджетными расходами. Но потом, по мере разговора о демократии и увеличении возможностей парламента, она превратилась, в принципе, в президентский орган. Но я, как давно находящийся, работающий в парламенте, могу вам сказать, что впервые за все время любознательность Государственной Думы оказалась ниже любознательности Совета Федерации. В чем это выражается? Вот мы, как фракция, когда у нас была возможность собрать 90 подписей, мы не менее 36 направляли запросов на очередные повестки. Именно после наших запросов были заплечены серьезные нарушения в Роснано, Сколково, Олимстрое и ряде других госкорпораций. Сегодня же, когда есть оппозиционеры на трибуне, но боящиеся подписаться под запросом в счетную палату в Конституционный суд, это стало менее возможным. И в данной ситуации это на чем отражается? Это отражается, прежде всего, на увеличении нарушений злоупотребления. Ну, я думаю, что только перевод под президентский контроль впервые вот в этом отчете счетной палаты записаны пункты, ну, делающие, скажем, указания Государственной Думе в части необоснованности принятия многочисленных налогов по льготам без целевых показателей. Ну, в частности, там говорится о двух. О порте Владивосток, о льготах, которые даны Дальневосточному округу, ну, и приведены многие аргументы. Кроме этого, хотелось бы отметить тот факт, что счетная палата, в принципе, располагая лучшим в стране экспертно-аналитическим органом, ну, в очередной раз оказалась подвешена. Вы видите, что Пудрин ушел, а нового председателя почему-то не назначаем. С нашей точки зрения, это неправильно в части контроля за возросшими расходами, скажем, на отрасли, которые требуют контроля. И мы об этом, в частности, тоже сказали. В девятый раз в Думе внесен закон, поставлен в повестку дня закон о детях войны. Мы считаем, что, ну, это самый циничный подход к разговорам о заботе о людях. Детей войны, вот когда мы вносили первый закон, было 17 миллионов. Сегодня осталось около девяти. Кто такие дети войны? Это люди, родившиеся с 29-го года и по 46-й. Это, скажем, уже достаточно взрослые, пожилые люди, у которых не было детства, в силу того, что была война. Это люди, у которых не было юности, потому что они вместе с родителями восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Это люди, у которых прошла напряженный зрелый возраст, и они, в принципе, их трудом построено могущество сверхдержавы, которая была разворована Чубайсом, Гайдаром и другими. И мы убеждены, что они незаслуженно забыты, и как раз за счет действий гайдаровского правительства, когда были сожжены или затоплены многие архивы, и они, как правило, имеют и минимальную пенсию. Ну, будем смотреть сегодня, но официальное заключение и правительства, и, кстати, счетной палаты, и правового управления отрицательное. Как я хотел бы отметить и тот факт, что счетная палата дает заключение на все законопроекты, касающиеся бюджетных расходов, и дает заключение на проекты бюджетов трехлетов. Дает заключение на кредитно-денежную политику. И вот можно по результатам трех месяцев этого года уже увидеть, насколько они объективны. Вот если бы счетная палата, располагаясь серьезным инструментарием, взяла бы и дала отрицательное заключение, то, может быть, хотя бы это побудило Минфин более серьезно с Минэкономразвития подходить к прогнозам и проектировкам. А так получается, что проектируем одно, а получается совсем другое, и это сказывается на жизни наших сограждан и избирателей. Опять вносятся поправки в финансовый блок, и сегодня, как Николай Васильевич уже сказал, счетная палата будет отчитываться. У нас вопросы к счетной палате. Когда происходят в стране такие вещи? Уценили стабилизационный фонд Российской Федерации в прошлом году на 4 триллиона рублей из-за якобы какой-то переоценки. Где здесь счетная палата, почему не стучат в набат, почему не задают вопросы? Вывезено в прошлом году, целый год практически шло СВО, вывезено за границу больше 250 миллиардов долларов. Где счетная палата, почему они не задают вопросы? Ну и, к сожалению, соки высасывают из экономики России, и средства уходят за пределы нашей страны в то время, когда они нужны здесь. К сожалению, финансовый блок еще не понимает, наверное, что происходит, и идут дальше в русле либеральной гайдаровской, скажем так, экономики. До сих пор, вот сегодня, вчера вносится законопроект, в котором привязывается оплата НДПИ к цене нефти в долларах США. Но уже год идет операция, уже конфронтация с Соединенными Штатами Америки ясна, уже переходите на внутреннюю экономику. Но, к сожалению, финансовый блок ничего не делает. Проблема. Правительство не может сдержать рост цен. Не может сдержать. Это проблема огромная. В то же время крестьяне жалуются. На зерно цена падает, молоко закупают по цене дешевле. Если, например, две недели назад в Ростовской области молоко с личных пособных хозяйств брали по 28-29 рублей за литр, то сейчас до 20 рублей за литр доходит. Посмотрите, сколько это молоко стоит в магазинах. Где здесь правительство? Это же сельское хозяйство, это тыл специальной военной операции. Почему никто не включается для того, чтобы сохранить этот тыл и сделать так, чтобы он у нас накапливал резервы? К сожалению, средства увозятся за границу до сих пор. К сожалению, наш производитель до сих пор испытывает проблемы. И до сих пор финансовый блок правительства Российской Федерации еще не осознал, наверное, что происходит. Но все, что необходимо для наведения порядка и решения экономических вопросов, есть в предложениях Компартии Российской Федерации. И потихонечку финансовые структуры берут наши предложения, но, к сожалению, в целом нет в правительственной политике по поддержке отечественного, по поддержке патриотизма. Спасибо. Здесь, Евгений Ильич, я хотел бы добавить о том, что мы не должны заблуждаться, что финансовый блок будет меняться. Отчего? Кто такой Силуанов? Это человек, который вырос при Кудрине и Чубайсе. В Минфине, никуда не выходя, стал аж до первого вице-премьера. Кто такой Набиуллин? Это такой один из самых давних соратников и сторонников Чубайса, который в том числе был его заместителем. Поэтому мы должны понимать, что финансовые структуры заполнены ярыми последователями права либерального курса, и из-за этого ничего и не меняется. Не так давно Управление Росимущества по городу Москве опубликовало отчет, который был обнародован благодаря счетной палате. И вскрылись весьма любопытные данные, содержащие информацию об очень существенных расхождениях в вопросах учета недвижимого имущества, находящегося на территории города Москвы. В частности, Реестр федерального имущества и те данные, которые предоставило бюджетное учетное управление, показали, что есть расхождение на 213 объектов, оценочная стоимость которых также по разным данным очень сильно расходится, и расхождение составляет, только вдумайтесь, порядка 1 триллиона рублей. Совершенно очевидно, что это вопиющая, безобразная ситуация, и, собственно, аудиторы, когда проявляли работу Московского отделения Росимущества, дали ему очень жесткую оценку, потому что оказалось, что практически ни по одному параметру они ничего не добились, не выполнили те показатели, которые сами себе наметили, а некоторые данные даже невозможно нормально сформулировать, потому что просто нет соответствующей документации. В общем-то, то, что такой бардак имеет место быть в учете имущества на гигантскую сумму, вещь весьма показательная, потому что мы понимаем, что московская земля очень дорогая, и здесь есть огромный простор для всевозможного рода теневой деятельности, ведь возникает множество вопросов, а как в конечном итоге это имущество используется? Ведь оно, если принадлежит государству, должно работать либо для какой-то общественной пользы, можно выделить его, условно говоря, детскому театру, дому какого-то творчества молодежи, ну, в общем, такого рода вещи, или же оно должно приносить конкретный доход в казну за счет того, что сдается под коммерческие нужды соответствующим организациям. Но нет даже возможности составить хоть сколько-нибудь точного представления о том, как именно это имущество используется. Более того, по тем данным, которые были обнародованы, получается, что зачастую часть этого имущества как минимум используется просто по факту, даже непонятно, есть ли договора аренды, на каких условиях они заключены, регулярно ли взымается эта плата, куда эта плата идет, опять же, в казну, там, в полном объеме, или какая-то часть этих денег оседает в карманах соответствующих чиновников. В общем, вопросов очень много. Поэтому, с одной стороны, мы, безусловно, приветствуем то, что счетная палата обнародовала эти данные, а с другой стороны, конечно, нужно идти дальше, потому что раз вскрылись такие проблемы, то ими нужно всерьез заниматься. Это уже вопрос не только для бюрократической вертикали, но и для правоохранителей. Ими имеют все основания заинтересоваться и МВД, и прокуратура. И здесь, в счетной палате, конечно, не надо останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше, добиваться. В этом отношении наши коллеги, депутаты готовы подключиться, потому что эту ситуацию, конечно же, нужно пресекать, особенно с учетом того, что в этом году в Москве состоятся выборы столичного градоначальника. Очевидно совершенно, что подходить к очередному электоральному циклу, имея среди великого множества проблем, которые характерны для столичного мегаполиса, еще и вот такие возможности для каких-то злоупотреблений, имеющие, по всей видимости, и коррупционную составляющую, ну, это просто неприлично. Поэтому мы, со своей стороны, будем тоже брать этот вопрос на контроль. Сегодня обязательно дополнительно еще раз спросим счетную палату о всей этой информации, и будем добиваться того, чтобы наводить порядок в городе-герое Москве, столице нашей Родины. Добавляю к тому, что сказали мои коллеги, в отчете счетной палаты, если вы внимательно почитаете, там как раз среди замечаний и итогов проверок отмечено о том, что имущество, реализуемое на торгах, продается в 10,5 раз ниже от оценочной стоимости. Это о чем говорит? Как раз то, о чем вы говорите. Кто-то греет руки на этих вопросах. Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание коллег. Обратите внимание, за последние 5 лет банковская система получила 8 триллионов только прибыль. За это же время Банк России все 5 лет устойчиво показывает убытки. Ну, скажите мне, на каком предприятии будут держать директора и бухгалтера, если у них 5 лет убытки. Но, наверное, если что-то происходит, кому-то это выгодно. И второй момент. 251 миллиард долларов утечки – это половина нашего бюджета. Что это за деньги? Это деньги, которые, в принципе, вывозятся из страны под видом дивидендов. Почему? Раньше у нас амортизация была обязательна к использованию только на ремонт капитальный и на строительство новых объектов производства. Сегодня она вывозится и переводится в дивиденды. С нашей точки зрения, именно вот эти вопросы и дивиденды являются главным источником утечки капитала наряду с принятым законом о возможности оставлять резидентам, торгующим углеводородами, золотом и другим сырьем полученные деньги за рубежом. С нашей точки зрения, мы такой закон носили, он был отклонен, но это вообще вызывает не просто удивление, а разочарование всеми сказками с телевизора о том, как мы заботимся о своем будущем.